Без башни Привет! На программе Без башни из Италии. Тут, в Медеолануме, я катаюсь на ролика и сейчас я могу показать, что я могу делать. Добрый, добрый! Я люблю Россию! Компетития, Компетития! На ладо, на ладо, сон Компетития в Италии. Три, 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 три Компетития. А лебо, душе Компетития, сон Компетития в Франции и в Англии. Компетития, есть слалом, 20 на 3 секунды. Понимаешь? Это рекорд! Фабрицио в 2Б. Компетития в Италии. Он называется... Фабрицио. Он... Веграуем... Веграу? Компетития в Италии. Два ладо, два года. И он есть... Луче. Луче? Луче тут. Фабрицио. 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 Вот так запросто ненавязчиво без окриков тренера в самом центре Милана рядом со знаменитым Дуомским собором тренируются чемпионы Италии и Европы. А вот здесь, в нескольких шагах далее, в историческом здании 1561 года постройки, в данный момент проходит 23-й международный фестиваль «Спорт Мобиас НТВ» – своеобразный Оскар спортивного кино. Непрерывно в течение шести дней конкурсные фильмы и программы транслируются в пяти кинозалах и на огромном экране, установленном на центральной площади Милана. На го Jaspe от 20 сотрудничества billе в плетке, в месяц вену общих методов-пяти постройки повестных gear макушет ухл. Субтитры сделал DimaTorzok Время показа этих фильмов в сумме составляет 252 часа. Фестиваль организован Международной Федерацией спортивного кино и телевидения совместно с Международным Олимпийским комитетом. Каждый год на фестиваль приглашаются почетные гости, прославленные спортсмены. Делегацию России в этом году представляли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по фехтованию Ильгар Мамедов и девятикратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Лариса Латынина. Четыре – Мельбурн, три – Рим и две – Докио. Почетным гостям были вручены золотые гирлянды – высшие награды Международной Федерации спортивного кинематографа «Фикс». Лариса Латынина вспомнила, что на 16-х играх в Мельбурне коллега итальянской сборной подарила ей гимнастические тапочки. И вот сейчас великая спортсменка вручила тапочки с автографом юной воспитаннице знаменитой Миланской школы гимнастики. Имена награжденных золотой гирляндой будут помещены на памятную доску в Зале Славы, где уже записаны Папа Римский Иоанн Павел II, Пеле и другие знаменитости. На фестивале проходили симпозиумы, встречи, показы, награждения, а также презентации других спортивных фестивалей. В течение года проходит несколько крупных фестивалей спортивного кино международного уровня в разных странах. Индии, Вьетнаме, Южной Африке, Иране, Чехии, Узбекистане и, конечно же, Красногорский фестиваль в России. Фильмы-призеры этих фестивалей участвуют в итоговом, самом престижном, миланском фестивале. Среди 960 работ, которые были заявлены на миланский фестиваль от самых крупных кинокомпаний, телестудий и спортивных федераций из 67 стран, Жюри отобрало 196, которые представляют 43 страны и 46 различных видов спорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема предстоящих 20-х зимних Олимпийских игр в Турине прошла красной нитью через весь фестиваль. Добрый день, Владивостокские друзья. Я очень рад приветствовать вас. Позвольте мне рассказать вам о том, как мы готовимся к Олимпийским играм, которые пройдут в Турине. 104 дня осталось до открытия Олимпиады, которая начнется 10 февраля. Мы ожидаем смех и холодной погоды. Это позволит обеспечить грандиозные игры. На Олимпиаду приедет большая делегация из России. Я надеюсь, что большинство из вас приедет в Турине, несмотря на огромное расстояние между нашими городами. А тот, кто не сможет, приехать и увидит игры по телевизору. Ждем Владивостокса в Турине. Может быть, один день они хотят увидеть нас. Были представлены города проведения следующих Олимпийских игр. Пекин 2008, Ванкувер 2010 и Лондон 2012. Большинство фильмов, 34 работы, на фестивале представляли итальянские кинокомпании. Из них 11 были посвящены футболу. Предстрастие, которое, конечно, знают все, это их предстрастие к футболу. В субботу-воскресенье, когда проходят футбольные матчи, практически все внимание, 70% населения приковано к матчам. Об этом говорят большинство телевизионных каналов, людей в барах, ресторанах. Так что для итальянцев футбол – это одна из основных тем досуга. Если вы заговорите на улице с кем-нибудь из болельщиков с красными шарфами, то есть принадлежащих Милану, скажите, что вы из России, назовете имя Шевченко, вы будете самыми приятными собеседниками для них. И в противоположность, если вы увидите болельщиков с синими шарфами, принадлежащих Интеру, то с вами могут и вообще не заговорить. Потому что у них очень существует антагонизм между болельщиками Милана и Интера, что доходит просто до казусных случаев. Например, я знаю одну семью, где отец с сыном не разговаривают уже больше 10 лет, потому что один болеет за Милан, другой болеет за Интер. «Боря! Боря! Боря! Боря!» Россию представляли 12 фильмов, рекламный ролик и работы победителей Красногорского фестиваля, в числе которых была и наша программа «Без башни». Крупным успехом России можно считать награждение фестиваля «Красногорский» с серебряной медалью председателя Совета Министров Италии Сильвио Берлускони. Ильгар Мамедов рассказал о Красногорском фестивале, его жюри, в состав которого входили как профессионалы спортивного кино, так и профессионалы спорта. Они смотрели спортивный фильм, как, что, что, как, как, камеры, как, свет, какой звук. Мы смотрели дилетанты, как обыватели, что-то им нравился. Тобачки подслуживали? Нет. Не было фильмов? Ильгар признался, что участие в жюри было для него непростым делом. После нескольких дней просмотра конкурсных работ очень сложно было выбрать среди большого количества достойных фильмов лучший. Вот этот Красногорский фестиваль влез в международный фестиваль, который сейчас. Красногорск. Красногорск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш российский ролик «Подсолнухи» завоевал Гран-при в номинации «Социальная реклама и спорт». А лента Елена Калинина «На коне» была удостоена серебряной медали президента Итальянской Республики. Мы не получили наград, но сам факт, что программа «Без башни» нашего приморского телевидения среди 960 фильмов со всего мира попало в 196 работ, отобранных жюри к участию в фестивале, дает повод гордиться и заряжает энергией для следующих съемок. «Презенты? Для меня? Спасибо, спасибо. Без башни. Без башни? Без башни. Я не понимаю, что это значит. «Без башни! Без башни!» «Без башни! Без башни! Без башни!» Я работаю в Медиолану, я инженер в Италии, но спасибо за работу, я могу подружиться в ВООРД. Понимаешь? ВООРД До свидания! До свидания! Окей, то есть всё. БЕЗ БАШНИ БЕЗ БАШНИ